ВОЕННАЯ СЛУЖАЩИМ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВОЕННАЯ СЛУЖАЩИМ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВОЕННАЯ СЛУЖАЩИМ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВОЕННАЯ СЛУЖАЩИМ СЛУЖАЩИМ СЛУЖАЮЩИМ СЕВЕРНОГО ФЛОТА Два других корабля проекта «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов» также строятся на предприятии. Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова изготовило и поставило очередную партию оборудования реакторной установки «Ритм-200» для головного универсального атомного ледокола нового поколения «Арктика». Секция теплообменника и предохранительные устройства для второй реакторной установки отгружены на Балтийский завод судостроения. Общая масса оборудования составила более двух тонн. За счет уникальной интегральной компоновки оборудования современная установка почти в два раза легче и компактнее, чем используемые в настоящее время установки. Срок службы энергетической установки нового типа составляет 40 лет. Сейчас на стапеле А Балтийского завода строится головной атомный ледокол «Арктика». В мае текущего года заложен первый серийный ледокол проекта, названный «Сибирь». Вертолет Камов-62 для арктической зоны, способный перевозить на борту до 15 пассажиров, будет поставлен на производство в 2016 году. Это стало известно в ходе посещения крупнейшего авиационного предприятия Приморского края «Прогресс» с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Он ознакомился с ходом работы по корабельной версии боевого бронированного вертолета Ка-52 и отметил, что Россия будет делать вертолетоносцы на своих вертях. Уникальный термокейс, который позволяет поддерживать нужную температуру вокруг боровой скважины в условиях Арктики, изобрели ученые Сибирского федерального университета. Специалисты отмечают, термокейсы пассивного типа, которые используются в настоящее время, лишь оттягивают время протаивания мерзлой породы. Изобретение же российских ученых позволяет управлять происходящими процессами в системе скважина «мерзлая порода». Это происходит за счет использования термоэлектрических модулей, основанных на возникновении разности температур при протекании электрического тока. Пока ученые изготовили лабораторный образец термокейса, внутри которого установлены термоэлектрические сборки и теплоизоляционные кольца из пенопласта. Снаружи устройство защищено крышками из ударопрочного пластика. В дальнейшем разработчикам предстоит провести экспериментальные исследования для определения оптимальных характеристик и оценки эффективности применения. Сотню микроорганизмов, способных разлагать нефть и нефтепродукты в условиях Северных морей, выделили ученые биологического факультета МГУ. Отобранные микроорганизмы сейчас тестируются на Беломорской биологической станции университета. Круглогодичный арктический стационар позволяет проводить испытания, полностью моделируя в проточном морском аквариуме естественные условия Северных морей. Специалисты отмечают, бактерии в течение длительного времени приспособились использовать нефтепродукты в качестве пищи. Микроорганизмы адаптировались к нефтяным загрязнениям естественным путем и абсолютно безопасны для окружающей среды. На сегодняшний день уже подготовлены заявки на патентование штаммов микроорганизмов и комплексного биопрепарата для очистки береговой зоны Северных морей от возможных загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Принцип работы препарата основан на использовании холодолюбивых бактерий, способных поглощать нефть в качестве пищевого субстрата, превращая загрязнение в углекислый газ, воду и биомассу самих бактерий. Новый законопроект об оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном округе включает страхование животных от гибели из-за природных аномалий и расширяет права оленеводов. Главная задача нового проекта – уравнять в правах оленеводческие предприятия и оленеводов-частников. Также в новом законе предусмотрено страхование оленей от падежа. Массовый падеж северных домашних оленей был зафиксирован в Ямальской тундре на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в середине января 2014 года. От бескормицы в оленеводческих хозяйствах тогда погибли около 6 тысяч оленей. Проект закона предусматривает страхование от гибели в связи со стихийными бедствиями, климатическими условиями, негативным антропогенным воздействием, а также от ущерба, нанесенного дикими животными. Органы государственной власти автономного округа осуществляют поддержку страхования оленей в виде субсидий и компенсации. В настоящее время законопроект согласовывает с профильными исполнительными органами государственной власти автономного округа. Американские ученые пришли к выводу, что современные технологии дают возможность возродить вымерших древних животных, в частности мамонтов. Воссоздание вымерших мамонтов на Земле возможно, причем в течение ближайших 7-10 лет. Такими выводами поделился генетик Гарвардского университета Джордж Черч. Генетики планируют внедрить геном найденных в тундре замороженных останков доисторического животного в ДНК азиатского слона. По планам ученых, мамонтенка должна родить обычная слониха после искусственного оплодотворения. Ученые озадачились вопросом воскрешения животных, проживавших на планете 4000 лет назад, не случайно. По их мнению, появление популяции мамонтов поможет решить экологическую проблему на северных широтах. Появление доисторических животных должно восполнить экологический дисбаланс в тундре и тайге, после чего биосфера вновь продвинется на север, как это было во времена обитания мамонтов. По данным издания, ученые также хотят расширить ареал находящихся на грани вымирания азиатских слонов. Животных предлагается расселить в Сибири и Северной Америке. Ненецкие праздники и состязания оленеводов включили в национальный календарь событий России, составленный специалистами Ростуризма. В календарь вошли соревнования по кроссу на снегоходах на кубок Артура Челенгарова, спортивные состязания оленеводов «Сяманхат-Мерита» и «День оленя» – праздник ненецких оленеводов. Оленеводство – это визитная карточка региона и неотъемлемая часть жизни коренных народов Ненецкого округа. Сайт с национальным календарем событий запустили 17 декабря в Санкт-Петербурге в рамках Третьего международного туристского форума. Список главных праздников и событий, привлекательных для туристов, размещен на портале события tourism.rf. Снегоходные гонки НАУ и День оленя также получили статус «Национальное событие-2016». В городе Кировск Мурманской области открылся традиционный экскурсионно-туристический комплекс «Снежная деревня». Темой деревни в этом году стало 80-летие «Союзмультфильма». В различных залах «Снежной деревни» можно встретить бременских музыкантов, Майдадыра, Антошку, неразлучных друзей Ёжика и Медвежонка, героев истории Варежка, Винни-Пуха и Питочка и многих других. На территории деревни можно покататься с горки на скоростных ватрушках и на ледовом катке. Посетители центра также могут совершить прогулку на снегоходах или прокатиться на зимнем банане. «Снежная деревня» — один из самых узнаваемых брендов Кольского полуострова, частью которого является традиционный международный фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголет», который пройдет в конце января 2016 года. Известный блогер Сергей Доля и команда разработчиков «AppReel» выпустили бесплатное мобильное приложение «Путеводитель Travel Dole» «Путешествие по следам Сергея Доли». Согласно идее разработчиков, в приложении Travel Dole будут собраны авторские путеводители, построенные на основе поездок российского блогера Сергея Доли. Travel Dole дает возможность в точности повторить его маршруты. Торжественная презентация проекта состоялась 16 декабря в посольстве Норвегии. Первым таким путешествием в списке путеводителя станет визит в сказочную Норвегию, на архипелаг Шпицберген. Российский Дед Мороз и финский Юлу Пуки провели традиционную ежегодную встречу. Она состоялась на границе в пункте пропуска «Брусничная» Выборгского района Ленинградской области. Два зимних волшебника поприветствовали друг друга, обменялись подарками и поздравили детей с наступающим Новым годом и Рождеством. После традиционной ежегодной встречи Деда Мороза и Юлу Пуки состоялось выступление творческих коллективов из России и Финляндии. Затем новогодние герои отправились в Лапенранту для встречи с финскими детьми. Традиция проводить встречи Деда Мороза из Великого Устюга и финского Юлу Пуки ведется с 2002 года, когда в Выборге прошли дни Великоустюгского муниципального района. Редактор субтитров А.Семкин